Всем привет! В этом видео дадим вторую жизнь баллончику из-под краски. И для этого нам понадобится ветер из-под колеса, или как его очень называют сосок, ну и сам баллончик. Начнем мы с баллончика. И в нем нужно сделать отверстие в нижней части, и с помощью шарика наден центр, затем просверлим сверло на 5 мм. Сосок нам понадобится в голом виде, поэтому удали всю резину. Сосок получился полураздетый, остается разрезать его. Переходим к холодной сварке. Аккуратно и ровно разрезай небольшой кусочек и начинай его разминать. Превращаем все это дело в колбаску, затем эту же колбаску намотать на сосок. Пройдусь немного наждачка для лучшей фиксации и вставляем наш колбасный сосок в отверстие. Здесь проверяю, чтобы ничего не выступало, и чтобы баллончик в дальнейшем можно было поставить. Также в качестве эксперимента сделаю фиксацию на автомобильный клей и секундный клей. В конце видео посмотрим, что у нас получилось. Все высохло, закручиваю ниппель. Пришло время запустить воздух в баллончик, накачать до 7 атмосфер. И вот первое использование баллончика. С помощью сжатого воздуха можно раздувать пыль. Как видим, все работает, но недолго. Воздух быстро заканчивается. Следующим этапом будет промывка баллончика от краски. Теперь добавим растворитель 646-й. Для этого и будет служить баллончик. Проверяем. Стреляет нормально так, примерно метров 2-3. Растворитель кончается, конечно же, быстрее воздуха. И в следующий раз залью чуть побольше. Переходим к следующему баллончику. Его будем использовать для обезжиривателя. Брызгаю на поверхность, протирая тряпкой. Дальше можно приступать к самой покраске. Но не сегодня. Ну и сейчас брызгнем по полной. Помимо компрессора, который у меня имеется в мастерской, также баллончики можно качать обычным автомобильным компрессором. Ну и если у кого-то есть насос ручной, который там для велосипеда, ну вы поняли. Но если остатков баллончиков у вас слишком много, то не стоит их сразу выбрасывать. Из них можно извлечь кое-что интересное. И это два металлических шарика. Но в начале видео мы с вами делали фиксацию на автомобильный клей и секундный клей. Конечно проверим, но насчет автомобильного клея тут уже сразу понятно. Но давайте ради прикола просто посмотрим, что у нас получится. Ну что и следовало ожидать. Теперь посмотрим, как поведет секундный клей. Но секундный клей он постоянно у меня вытекал, поэтому насчет его фиксации я уже не уверен. Ну вот смотрим, в принципе нормально пойдет. Ну вот с нескольких баллонов я снес краску и подписал, где что будет находиться. Чтоб я не путался со старыми другими баллончиками или с теми баллончиками, в которых есть еще краска. Ну и наступает конец нашего видео. Ну а вы напишите в комментариях, что можно еще залить в данные баллончики. На этом у меня все. Всем пока!